Мои витания, глядатские аудитории. Меня зовут Юлия Латвиненко. Я витаю вас из Киева. И разум с вами я провитаю нашего гостя, ведомый журналист Евгений Киселёв. Знамый Абудензвязков, Евгений Алексеевич. Здравствуйте. Добрый день. Ну и, конечно же, мы начнем с некого пояснения, что происходит сейчас в Театре боевых действий, с чем связана эта активизация. Летят на нас не только теперь уже шахеды, их сегодня ночью было 90. Ракеты Х-101, оба Искандера тоже были сбиты, к счастью, сегодня. Две ракеты С-300, которые собирались ударить по Сумской области. Как вы объясните вот эту активизацию военных действий? Ну и, конечно же, приказ Путина о начале Курской битвы. Какие тут, как вы полагаете, перспективы? И связано ли все это с приближающейся инаугурацией Дональда Трампа? И может ли измениться коренным образом ситуация после того, как Дональд Трамп вступит в свои права? Ну, вы знаете, я не военный эксперт, такой вынужденный дисклеймер, который многие из нас, политических обозревателей, делают в начале подобных фрагментов наших выступлений. Я не знаком с планами российского генерального штаба. Я предполагаю, однако, что действительно активизация боевых действий на некоторых участках фронта связана с тем, что Путин пытается в оставшееся время до инаугурации Трампа, до того момента, как Трамп вступит в права 47-го президента Соединенных Штатов и, как он и обещал, начнет активно заниматься прекращением войны в Украине, пытается, наверное, получить максимум выгод, которые ему, возможно, дает нынешняя ситуация. Захватить как можно больше украинской территории, иными словами. Для того, чтобы что, предъявить какой-то обмен, сесть за стол переговоров? В принципе, переговоры подразумевают некую остановку войны. Готов ли Путин остановить ее? Путину нет смысла. Экономику он перевел на военные рельсы. Он собирается воевать, как он говорил, еще лет пять. Что или кто может заставить его остановиться? Ну, Путина может, например, заставить остановиться существенные перемены в отношениях с Китаем. Ну, скажем, если что-то изменится в подходе Китая к возможным разным сценариям урегулирования ситуации в Украине и вокруг нее. К примеру. А это, в свою очередь, будет зависеть от тех отношений, которые начнут складываться между Пекином и Вашингтоном в условиях нового президентства. Здесь формула с многими неизвестными. Я полагаю, что Путин рассчитывает на то, что линия прекращения огня, линия, на которой остановятся боевые действия, будет, что называется, надолго, как 38-я параллель между Северной и Южной Кореей. Только здесь люди, которые часто используют вот этот корейский образ, забывают о том, что, собственно говоря, во время той далекой войны между Северной и Южной Кореей в начале 50-х годов, вот, собственно говоря, с 38-й параллели начали, 38-й параллелью и закончили. По 38-й параллели изначально проходила граница между двумя Кореями. И после вот этой долгой, кровопролитной и, в некотором смысле, бессмысленной войны, бессмысленной потому, что ни той, ни другой стране не удалось добиться победы и изменить географию Корейского полуострова, вот, граница окончилась там, где она начиналась. Это как если бы представить себе, что война между Украиной и Россией остановилась бы на границах 91-го года. Но, увы, это не так. Путин пытается захватить территорию Украины по максимуму для того, чтобы, допустим, если Трамп предложит ему некие условия перемирия, прекращения огня, Путин скажет, я этого не хочу. И тогда, возможно, Трамп заставит его сесть за стол переговоров и начать значительно более серьезный диалог, увеличив поставки оружия в Украине, как он и обещал. Вы помните, я уже сказал, что я позвоню одному, скажу, кончаю воевать, позвоню другому, я специально не называю, кому именно первому он позвонит. Но в любом случае Трамп же предупредил, что если, предположим, Владимир Путин не согласится на его условия, то он начнет значительно более интенсивно помогать Украине. Мне кажется, что такой сценарий вполне вероятен. А вот в команде Трампа на самом деле, можно сказать, сплошные наши союзники, потому что мы-то хотим закончить эту войну. Президент Зеленский для этого все делает и декларирует свою формулу мира, убеждая своих западных партнеров в том, что ее поддержка абсолютно необходима. Ну и, кроме всего прочего, Трамп назначает Илона Маска в свою администрацию, заявляет о новых крупных назначениях в своей будущей администрации. Итак, Илон Маск, как стало известно, и Вивек Ромасвами возглавляет новый департамент эффективности правительства США. Ну, как мы помним, Ромасвами жестко критикует помощь США Украине, призывая прекратить ее и остановить войну. Как и, впрочем, Маск, они думают, что остановив оказание этой помощи, таким образом закончится война. Ну, насколько ошибочным может это быть мнение, сейчас мы об этом поговорим. Кроме всего прочего, Пентагон возглавит ветеран и ведущий Fox News Пит Хексет. Он критиковал отправку денег в Украину на фоне экономических и социальных проблем в Соединенных Штатах и критиковал союзников по НАТО за слабость тем временем. Ну и главой ЦРУ станет бывший директор национальной разведки Джон Редклифф. Вот эти назначения таких абсолютных, с одной стороны, миротворцев, а с другой стороны, людей, которые будут действовать в рамках здорового протекционизма, отстаивая сначала интерес американского избирателя, американского народа, ну а потом уже думая о том, как вернуть славу Соединенным Штатам, славу мирового полицейского. Насколько этой команде может удастся этот процесс? Ну подождите, об этом сейчас очень рано судить. Послушайте, я бы поступил крайне непрофессионально, если бы начал рассуждать о том, насколько эффективной будет эта команда, как она будет работать. Ну смотрите, Маск, например, назначен руководителем нового ведомства, которое будет только создаваться, который будет заниматься повышением эффективности департамента, повышением эффективности государственного управления, как-то он так называется. Department of Government Effectiveness, так кажется. D-O-G-E. И я не совсем понимаю, а будут ли полномочия этого департамента, например, распространяться на... Внешнюю политику. На внешнюю политику, на работу государственного департамента или там на работу аппарата Совета национальной безопасности. Кстати, я еще не успел наизусть выучить все фамилии, но, по-моему, человек по фамилии Водс, конгрессмен из штата Флорида будет руководить вот этим самым аппаратом Совета национальной безопасности в должности советника президента по вопросу национальной безопасности. Он как раз, по-моему, сторонник всяческого сдерживания России и продолжения помощи Украине. Это же касается и пока не подтвердилось предположение о том, что сенатор Марко Рубио будет новым государственным секретарем. Но мы его тоже знали раньше как сторонника всяческое ужесточение политики сдерживания по отношению к Российской Федерации. Это такое уравнение с таким количеством неизвестных, что пока еще о чем-то рано судить. В любом случае, мне кажется, что Америка, которая снова станет великой, ну, не должна быть Америкой, которая взяла и проиграла войну России. А прекращение помощи Украине это не что иное, как проигрыш России. Ну, тут, собственно говоря, развязка может наступить совершенно неожиданно, война может неожиданно закончиться, как она неожиданно началась. Но в любом случае... Ну как, она, например, может неожиданно закончиться так же, как она неожиданно началась, простите меня. Для этого, как минимум, нужно согласие и желание Владимира Путина. А вот вопрос, насколько адекватен Владимир Путин в этой ситуации, может быть, ему кажется, что сам черт ему не брат, и какие бы предложения не поступили из Вашингтона, он их просто презрительно отвергнет. Но у нас был прецедент зерновой сделки. А что, если эта сделка, сделка о перемирии будет заключена, скажем, людьми, которые будут гарантировать некую безопасность, скажем, нашими союзниками? Вот такой вариант возможен. Если да, то кто этими гарантами может выступить на сегодняшний день? Я что-то в это не очень верю. Нет? Я не вижу готовности ни одного из партнеров Украины к тому, чтобы такие надежные гарантии, кроме как на бумаге, предоставить. Там были подписаны те или иные соглашения, но, знаете, соглашения, подписанные на бумаге, иногда не стоят той бумаги, на которой они подписаны. Курская область, насколько вот эта команда Путина о том, что Курск нужно освободить, и удастся, как вы полагаете, ему это осуществить, или все-таки Курская область будет таким себе разменным, обменным фондом? Потому что на самом деле ни одного областного центра Путину так и не далось захватить за это время. Ни Херсон, ни Запорожье, записанные, кстати, уже в российскую конституцию. Как вы полагаете, какая участь ждет Курскую область? Я не знаю, какая там реальная сейчас ситуация на поле боя. Мне трудно судить о том, какая судьба ждет Курская область, потому что я не представляю реальной ситуации на поле боя. Это вопрос к военному эксперту. Да, но некоторые представители, скажем, российской оппозиции говорят о том, что они принимают участие в дискуссионных панелях касательно того, как Курская область останется в юрисдикции Украины, как она будет переформатирована, переучреждена. Есть ли сейчас такая проблема? Почему наши союзники не видят, с кем из российской оппозиции можно говорить о будущем России? Все пытаются увещевать Путина и все-таки выстраивать именно с ним отношения в контексте будущего. Юлия, простите, пожалуйста, мне ничего не известно о том, чтобы кто-то из представителей российской оппозиции всерьез обсуждал такие вещи с представителями западных государств. А как вы думаете, почему? Ну, потому что кто их уполномачивал на это? Ну, например, Юлия Навальна говорит о том, что она будет принимать активное участие в политической... Юлия Навальна известна мне исключительно как вдова Алексея Навального. Я пока не вижу оснований говорить о Юлии Навальне как о каком-то лидере российской оппозиции. Тот факт, что она вместе с несколькими другими общественными деятелями, представляющими разные круги российской эмиграции, провела какую-то конференцию в Вильнюсе, еще не означает, что она является лидером российской оппозиции. То есть, правильно ли я вас понимаю, что не существует на сегодняшний день никакой российской оппозиции, там, правительства в изгнании, а существуют просто политические эмигранты, общественные лидеры, которые пытаются каким-то образом повлиять на мнение людей, оставшихся в России? Или как мы можем назвать эту политическую, активный этот кластер? Смотрите, я много раз говорил, что оппозиция – это вообще категория, которая существует только в демократическом государстве. Оппозиция – это привилегия демократического государства, где существуют свободные, конкурентные выборы, в результате которых та или иная политическая партия или коалиция партии приходит к власти в результате свободного народа, волеизъявления народа и формирует затем правительство. Партии, которые остались в меньшинстве, которые не сумели убедить избирателей в том, в достаточном количестве, в том, что они вправе претендовать на управление страной, остаются в оппозиции, но поскольку часть избирателей отдала за них голоса, они вот эту часть избирателей в парламенте и представляют, если угодно. Проходит там 4-5 лет, и зачастую правящая партия, партия меняется местами с оппозиционной партией. В России давно нет свободных, конкурентных выборов. В России установлена фактически монархического типа диктатура. У президента России едва ли не больше полномочий, чем у государя-императора Российской империи времен до 1905 года, когда Николай II опубликовал свой манифест 17 октября, тем самым, по сути дела, создав первую российскую протоконституцию. Когда в России были провозжены политические права, свободы, и состоялись первые парламентские выборы в Государственную Думу первого созыва. А до этого в России была абсолютная монархия. Вот такая же абсолютная монархия существует и сейчас в нынешней Российской Федерации. И царя российского зовут Путин Владимир. Какой оппозиции здесь сейчас можно всерьез говорить? Есть политические эмигранты, которые в разные годы уехали из России. Некоторые из них тяготеют к Михаилу Ходорковскому, некоторые из них тяготели к покойному Алексею Навальному, некоторые из них группируются вокруг фигуры Гарри Каскпарова. Есть, скажем так, свободные игроки, как в футболе называют, свободные агенты, которые каждый сам по себе за себя. Они выступают кто-то в роли политических наблюдателей, кто-то в роли политических комментаторов, кто-то занимается общественной деятельностью разного свойства, кто-то помогает, ну, скажем так, концентрирует свою деятельность на оказании помощи другим российским эмигрантам, оказавшимся в разных странах Европы и Америки. У людей, которые бежали от путинского режима, есть свои проблемы. Они, конечно же, несопоставимы с теми проблемами, которые есть у граждан Украины в результате войны, развязанной Путиным против украинского народа. Но, тем не менее, и россияне, которые бежали от Путина и стали искать убежище в Европе, тоже имеют свои проблемы. И есть люди, которые пытаются им в этих проблемах помогать. Есть люди, которые очень активно занимаются помощью Украине. Вот, скажем, антивоенный комитет Михаила Ходоковского, форум «Свободная Россия» Гарри Каспаровой. Есть некоторые отдельные фигуры, которые очень деятельно занимаются. Ну, скажем, Леонид Невзлин, который настаивает на том, что он не является более российским эмигрантом, он называет себя израильским, и он действительно является израильским общественным деятелем, филантропом, издателем. Вот он, насколько мне известно, очень многое деятельно помогает Украине. Я не вправе раскрывать какие-то конкретные вещи, о которых идет речь. Я знаю, например, политических эмигрантов, живущих в Европе, которые занимаются оказанием военной помощи Украине. Беспилотники строят, например, за свои деньги. Разрабатывают, точнее, беспилотники, которые будут затем поставляться Украине. Разные есть истории. Но никто из них, на мой взгляд, не имеет никаких полномочий пока что претендовать на то, чтобы называться правительством возгнания. Это было просто смешно, простите. Хорошо, когда... Да, это такие вы описываете... И это, кстати, никто и не делает, заметьте. Да. Существуют отдельные приватные общественные инициативы, но какой-то системы нет. А Путину удалось выстроить как раз систему из своих агентов влияния. И весьма эффективно они действовали, скажем, во время выборов в Грузии. Ну, попытались они этот же сценарий задействовать и в Молдове. Нет, ну подождите секундочку. В Грузии агентом влияния Путина является правящая партия. Это грузинская мечта. И бензина Иванишвили, который является де-факто правителем Грузии. Немножечко другая история. Да, но означает ли это, что они пытаются сохранять свое влияние на подсоветском пространстве, насколько оно будет эффективным, и какие спецоперации они еще могут использовать для того, чтобы это влияние сохранять. Насколько действительно вот эта система, вертикаль, выстроенная Путиным, способна на то, чтобы дискредитировать политические силы в разных странах, проводить агентурные какие-то специальные операции, влиять на ситуацию на Ближнем Востоке, организовывать какие-то еврейские погромы, как мы видели в Амстердаме. Вот насколько действительно вот этот дисбаланс сил, на котором играет Путин, он все еще будет эффективной политикой, удержавая устрашение наших союзников, которые не желают вступать в большую войну с Путиным. Ну, вы понимаете, мне кажется, что здесь не стоит преувеличивать силы и возможности российских спецслужб. Они, безусловно, работают над тем, чтобы оказывать влияние на общественное настроение в тех или иных странах. Они, безусловно, пытаются установить связи, контакты и, может быть, даже управлять теми или иными радикальными экстремистскими организациями того или иного направления. Но они идут в поводу событий, понимаете? Они идут за событиями. Вот, условно говоря, в какой-то стране вспыхнули ультраправые антиэмигрантские настроения. И дальше российские спецслужбы пытаются, ну, что называется, вписаться в этот общественный тренд. То же самое происходит, предложим, где-то на Ближнем Востоке. Появляется какая-то новая ультрарадикальная экстремистская исламистская организация, и туда они сразу кидаются и начинают пытаться выстраивать с этими радикалами те или иные отношения. Но, смотрите, я возьму самый простой примет. Иран. Я, например, много лет уже предупреждал моих израильских друзей и знакомых, которые свято верили в то, что вот новая Россия, постсоветская Россия, особенно Россия при Путине, сможет им оказывать какую-то помощь в противостоянии с их арабскими врагами на Ближнем Востоке. Я говорил им, послушайте, путинский курс рано или поздно приведет Россию к тому, что она окажется в состоянии конфронтации с Соединенными Штатами и их ближайшими и наиболее последовательными союзниками. Израиль – стратегический союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. И, соответственно, это приведет к неизбежному конфликту России придется выбирать, и Россия окажется на стороне ваших врагов. Так и случилось. Россия оказалась на стороне Хамаса, Россия оказалась на стороне Ирана. Но именно на стороне тех политических сил и движений, которые уже существовали на Ближнем Востоке. В конечном же счете первоначальным с точки зрения России является, ну, с точки зрения нашей оценки действий и возможных с ней России является вот этот антизападный, антиамериканский курс, который, ну, Путин, строго говоря, провозгласил в своей знаменитой мюнхенской речи. Это было еще во второй половине нулевых годов. Вы помните это выступление Утина в Мюнхене, когда он впервые заговорил о том, что Россия может оказаться с Западом, Соединенным Штатом в состоянии конфронтации. Вот этой дорожкой России и идет уже, простите, какое десятилетие. Ну, хорошо. А изначально вот теперь предмет спора. Вот когда Путин обиделся на западную цивилизацию, которая назвала себя прогрессивной частью человечества, какая изначально была задача и какую задачу преследует Путин сегодня. Мы видели, как политическим трендом там последнего десятилетия становилось сотрудничество, а не конкуренция. Особенно этот тренд был популярен там еще после падения железного занавеса. Вот то, что сейчас Путин навязал свою военную повестку дня всем странам, все стали, разогнав новую гонку вооружений, и все стали вооружаться, разрабатывать новое сверхсовременное оружие. А что, если война станет вот этим политическим трендом на ближайшее десятилетие? Тогда уже становится. Чего ждать тогда? Что может быть результатом этой новой космической военной гонки? Самым плохим результатом может стать большая мировая война, которая уже, по сути дела, началась. Смотрите, вот только что представитель американского госдепартамента официально заявил о том, или подождите, представитель Пентагона был, ну, неважно в данном случае. Представитель американского правительства официально, холодно, без всяких эмоций заявил о том, что, по сути дела, Северная Корея вступила вместе с Россией в войну против Украины. Но вот это вот медицинский факт. Вы понимаете, что была война одной только России против Украины, а теперь против Украины воюет еще Северная Корея. Иран, поставляя военные технологии, передавая технологии производства вот этих вот шахедов, Российской Федерации тоже де-факто является участником войны. Иран воюет с Израилем. Россия, поддерживающая Хамас и, по сути дела, поддерживающая Хизбулу в Южном Ливане, тоже становится де-факто участницей войны против Израиля. Где-то вот это пока что опосредованное участие, а где-то вот кейс, прецедент Северной Кореи, простите, он важен тем, что в данном случае военнослужащие другой страны участвуют в боевых действиях, это уже война напрямую, без всяких оговорок. Не хочется рассуждать на тему самых плохих сценариев, но самый плохой сценарий мы прекрасно понимаем, это ядерная война. А вот этот большой вододел до первой раздела и вообще за покушение, по сути, на международное право, осуществленное Путиным, оно же должно в какой-то точке остановиться? Вот реакция стран НАТО, вот как будет реагировать Альянс на то, что солдаты Северной Кореи активно участвуют в войне против Украины? Вы же видите, что они пока никак не реагируют. Да, означает ли это, что должны появиться новые, не знаю, площадки дискуссионные, новые институты, которые все-таки призваны гарантировать безопасность? Или мир вот так вот будет наблюдать за тем, что происходит, а ВОСИ само пройдет? Ну, пока что у меня такое ощущение, что мир наблюдает с надеждой, что ВОСИ рассосется. Я не вижу пока никаких решительных телодвижений со стороны лидеров стран Запада, чтобы начать что-то предпринимать в отношении вмешательства Северной Кореи в события в Европе. Ну, я думаю, что расчет идет на то, что этот экспедиционный корпус, по сути дела, численностью, разные цифры называют, 10, 11, 12 тысяч военнослужащих быстро поляжут. И едва ли у Ким Чен Ына окажется в запасе еще несколько таких корпусов. А если окажется? А вдруг он сможет, что называется, на конвейерной основе поставлять пушечное мясо Владимиру Путину? Хороший вопрос. Возможно, что они попытаются урегулировать это с помощью своих союзников в регионе. А союзник у них в регионе, собственно говоря, один. Ну, не считая Тайваня. Южная Корея. Но пойдет ли Южная Корея воевать с Северной для того, чтобы помочь урегулировать ситуацию где-то в далекой Европе? Большой вопрос. Евгений Алексеевич, а вот возвращаясь к вашему сценарию о том, что Трамп может перетянуть на свое... Или там, сделать предложение Китаю. Сделать Китай своим союзником в борьбе против России. Какая участь тогда ждет Россию? Вот вы думали о том, а что будет с Россией? Ну, вы знаете, я думаю, что это вопрос значительно более сложного баланса сил. Потому что у Китая есть свои интересы. Китай – это мощная страна со значительно более мощной и развитой экономикой, нежели сейчас экономика России. Она в несколько раз превосходит Россию по объемам ВВП. Чем бы там Путин не говорил про какие-то там новые подсчеты, модные, по паритету покупательной способности чего-то там. Рубля, что ли? Нет, ну, послушайте. У Китая есть свои интересы в регионе и в мире. И в число этих интересов в том числе и входят торговые отношения с Соединенными Штатами Америки. Вот тут, на этой площадке, есть масса возможностей договариваться. У Пекина с Вашингтоном, у Вашингтона с Пекином. Для Пекина эти торговые и экономические отношения с Соединенными Штатами, финансовые отношения с Соединенными Штатами, значительно важнее, чем отношения с Россией. Но при этом, конечно же, Пекин не заинтересован в том, чтобы потерять Россию в качестве союзника. Пекин может рассматривать варианты, при которых ослабленная Россия еще больше пойдет к нему в объятия на его условиях. Россия, которая является вассальным, зависимым от Пекина союзника, мне кажется, вот это тот идеал, к которому готов будет стремиться председатель СИ. И в этом случае, ну, я не знаю, может быть, Трамп и СИ смогут найти общий язык. Евгений Алексеевич, а вот Путин, несмотря на то, что он скорбит все время и говорит о падении Советского Союза и о воссоздании Советского Союза, ведь на самом деле эта война, скорее, даже не идеология, а именно война за ресурсы. Так ли это? Если посмотреть на все эти военные события с этой точки зрения, то что миру может предложить Россия, если вдруг мир действительно будет стремительно развиваться и напрочь откажется от российской нефти, газа, алмазов? Возможно ли это? Что тогда? Теоретически возможно все. Так. Теоретически возможен сценарий, при котором мир не сегодня, не завтра, но в более отдаленном будущем откажется от российских ресурсов. Российские ресурсы дорогие, российские ресурсы не идеальные, но возьмем ту же нефть, допустим. У российской нефти высокая себестоимость. Российская нефть в основном это тяжелая нефть с высоким содержанием тяжелых фракций, которые требуют более дорогостоящей переработки. Многие другие российские ресурсы находятся в глубине территории Российской Федерации и, соответственно, накладные расходы по их производству выше, чем накладные расходы по производству тех же самых ресурсов, расположенных в других частях света. Огромная территория, значительная часть которой вообще находится в зоне вечной мерзлоты, это в некотором смысле российское проклятие. Смотрите, вот этот пример немножечко из другой области, но вот смотрите, как трудно защищать российское небо, оказалось, от украинских беспилотников. Одно дело выстроить систему противоракетной обороны от возможного ядерного нападения противника с применением стратегических межконтинентальных баллистических ракет, так, а другое прикрыть огромную территорию от проникновения небольших самодвижущихся летательных аппаратов. Задача, которая, как мы видим, оказалась трудно разрешимой. В некотором смысле схожие проблемы есть и у российской экономики. Ну, смотрите, там вот Россия декларирует готовность завалить Китай своими энергоресурсами, но для того, чтобы это сделать, нужны газопроводы, нужны трубопроводы, нужны коммуникации. А в России, скажем, если говорить о газе, только одна единственная нитка газопровода «Силу Сибири». И «Силу Сибири-2» китайцы пока что приветствуют только на словах. Говорят, ну, хотите, стройте. Но все равно там, даже если Россия примет окончательное решение строить эту «Силу Сибири-2», это займет, может быть, полтора десятилетия. И потребует огромных вложений. И неизвестно еще, радостно ли будут китайцы покупать дополнительные объемы газа, пока они не готовы. Может быть, если там цена уменьшится, может быть, они заинтересуются, но уменьшать цену дальше некуда. Есть вопросы, да. Ну, а теперь последний вопрос задам. Вы говорите, что вспоминаете слова Трампа. Он сказал, что я поговорю с одним, поговорю с другим. Стало уже известно, что практически сразу после своей победы избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поговорил с президентом Зеленским. В разговоре о этом принимал, кстати, участие и глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск. Подтвердили источники BBC и администрации президента Украины этот разговор. О возможном разговоре Путина там были только инсинуации. Как стало известно, сначала сказали, что этот разговор якобы был, потом Кремль в лице Пескова сказал, что этого разговора не было. Так или иначе, понятно, что вот эта война будущего, которая сейчас олицетворяет Зеленский, и прошлого в лице Путина, должна закончиться абсолютной безоговорочной победой прогресса. Но насколько всю серьезность этой войны и серьезность смертельных, кровожадных намерений понимает администрация Трампа и сам Трамп со стороны Путина? Вот расскажите, вот последний, как я уже сказала, вопрос, но, наверное, самый сложный. А если никто не сможет остановить Путина, что тогда? Вот что все-таки, как вы полагаете, можно было бы Путину предложить для того, чтобы все-таки остановить войну? Вы, как никто другой, знаете, оказавшись неоднократно, наверное, за одним столом с Путиным, что договариваться с ним весьма и весьма затруднительно. Я в своей жизни с Путиным общался только один раз, это было очень давно, это был другой Путин, это было другое время. Ну, Евгений Алексеевич, ну как другой, такой же кровожадный, он беспощадно разделался с российским медиарынком и то, что из этого получилось, мы все видим. Хотя, да, вы держали отпор, вы пытались, надеялись тогда переломить ситуацию, но, как видно, нет. Теперь в этом ожидании Трамп. Послушайте, то, что было тогда, это просто детские цветочки, по сравнению с тем, что... Предстоит пережить Трампу, да, соглашусь. Да. Я вам так скажу, что, к сожалению, очень часто в столкновении сил добра и зла в человеческой истории, как вы выразились, силы прогресса, далеко не всегда вы побеждали. А если и побеждали, то ценой колоссальных издержек и огромных потерь. И я совершенно не уверен в том, что в противостоянии с силами зла в лице путинского режима вот такая уж будет безукоризненная во всех отношениях убедительная, безоговорочная победа на стороне сил прогресса, как вы говорите. Пока очень трудно во всем этом судить. Особенно с учетом того, что мы имеем дело с человеком, как мне кажется, не вполне адекватным, не всегда правильно оценивающим свои возможности, свои перспективы, и который может пойти на какие угодно безумные действия и шаги. Но мы хотя бы попытались, да, мы хотя бы попытались остановить это безумие. Ну а дальше, да, дальше будет сложнее, но мы будем наблюдать за тем, как будет действовать администрация Трампа. До инаугурации оставалось совсем немного. Евгений Киселев, спасибо за возможность услышать вашу точку зрения. Напомню, на связи с нами был известный журналист Евгений Киселев. Евгений Алексеевич, спасибо. Надеюсь, не в последний раз мы вместе поработали. И я дякую на чехледайские аудитории за увагу и довирую до нашего канала. До побачення и на все доброе. Продолжение следует...